Улица 9-я Суворовская, в прошлом 9-я линия, притаилась оазисом частников среди высотного монолита поселка Котовского. Поэтому участки тут стоят немало и постепенно зарастают коттеджами. Семья Посечнюков строила дом под номером 17 своими руками более полувека назад. Тогда они не подозревали, что уютная хатка станет поводом для угроз, криков, судов и скандалов. Ну почему-то на поминки пригласили бабушку в банку. А вы почему-то на поминки не пригласили. Вы похоронили его. А чужой соседей ни одного на поминки на похорон не пригласили. Мы похоронили его и себе поминки сделали. А себе? А нас же? Кодосить? Что же вы не поставили? А чужой его сгорели? Не надо рассказывать. Последний владелец жилплощади Владимир Посечнюк умер три года назад. На закате жизни его стала досматривать молодая пара Светлана и Андрей Окуневы. Позже дядя Володя написал завещание на нового постояльца. Родня уверена, документ – подделка, а лежачий инвалид умер не просто так. Уморазм, в больницу ложился, пошатнул здоровье, похоронил папу, маму, брата моего отца, сына своего в 35 лет. И, извините, поехала к крыше. Попросился ночевать. Я думаю, ну дедушка один никуда не хочет идти. Здесь драгоценности, здесь все имущество, все-все-все и оставить. Пусть человек душевно больной, но он не мог этого сделать, не мог оставить. У Андрея своя версия знакомства с умершим. Говорит, они не чужие люди, но родство доказать невозможно. Все бумаги уничтожил пожар еще в первой половине прошлого века. Это моей бабушке, получается, моей бабушке, дядя. Вот так и познакомились, по письме. Расскажи родней, а моей родней расскажи. Все, моя бабушка, это две сестры моей бабушки. Я на работу приехал. То есть вы, получается, приходите с каким-то разным? Да, да. Но доводить мы до конца не довели, потому что в 1933 году в Котовске сгорел архив. Наследники дяди Володи факт родства с Андреем отрицают. И даже инициировали против него уголовное дело, обвинив конкурентов в мошенничестве, грабеже и убийстве. Также они оспаривают и подлинное завещание. К слову, заверившая его нотариус Штагрина приходится дочерью, бывшему главе Суворовского района. А эту фамилию на поселке Котовского знают все, кто пытался в 90-е решить тот или иной земельный вопрос. Завещание на идентификационный код, потому что паспорт был врача. Когда дедушка умер после смерти, этот паспорт отдали мне. Обокрал это вот. И не боится никаких последствий. Вы понимаете, стоит каменная стена, за которой он сидит. И вот этими финансами, что были в доме, откупается. Приезжает, приехали, уехали, приехали, уехали. Племянник умершего доказал свои имущественные права в судебном порядке. Однако юрист заселившейся семьи уже запустил обратный процесс и уверен в победе подопечных. Есть подвижки. Было подано заявление о пересмотре за мной открывшимися обстоятельствами. Им было отказано в иске признание завещания недействительным и признание завещания никчемным. Это решение прошло дважды в высшую инстанцию. На основании одного из промежуточных решений, то есть когда им удовлетворили этот иск в предыдущей апелляции, они сделали вот это вот решение о признании права собственности тихо. Молодой адвокат заверяет, в это дело он включился чисто из спортивного интереса и абсолютно бесплатно. Но посечнюки ему не верят. Они рассказали, что Григорий является сыном суди Суворовского райсуда Ивана Шепетко, того самого, который проходит по делу о долларовой взятке за другой имущественный спор. Для доказательства своей близости к умершему, новые обитатели дома предоставили нам видеозапись. На ней видно, что умерший застал начало разборок в лежачем состоянии. Он действительно просит Андрея и Светлану выпроводить гостей, которых практически не узнает. Если его жаль, то вот так, мы засадаем, что я и сам захищу. Родня это объясняют просто. Похоронивший всю семью пенсионер перед смертью был уже не в себе. У них даже есть соответствующее заключение медиков, согласно которому болезнь прогрессировала в течение последних 12 лет жизни. Двенадцать лет он страниц... Чего ты тыкаешь человека? Ты что слышишь, я тебя сейчас... Смотри, не хочу изобретать... А чего ты говоришь? Вот посмертно, просто написал... Вот и посмертно написал... Церобаран... Человек душевно больной. Он сильно верующий человек был. Я поехал... Ты его спалить хотел? Я чудом нашел... Я остановил похоронен прокуратурой. Он его хотел спалить. Я говорю, не надо ветерана войны... Причем тут палить? Не надо палить. Кремировать вы имеете? Кремировать, да. Он и хотел с отцом быть похороненным на Слободском. Если он православный человек, он не мог быть за кремацией. Если он был диаконом в церкви, то кремация это грех. Нам потом сказали. Открытым остается вопрос и об уровне ухода за лежачим стариком. Соседи из группы поддержки Окуневых говорят, Андрей старался как мог. Кроме них, вот сколько дедушка жил, мы больше здесь никого не видели. Это спросите вот этой сетки, вот другого соседа. Он ночью где-то в 11, в 10 вот эти все памперсы выносил, чтобы этого запаха не было. Однако посмертное заключение судмедэксперта говорит об обратном. Пролежний, вот под корень с гладкой плантной поверхности, вот в области правого тазобедренного сустава размером 9 на 6 сантиметров. Левого тазобедренного сустава поверхности, 10 на 5. И дальше, в крыстовой области, тут тоже вот два пролежня. Ногти, рук, ног длинные, длиной до 3 сантиметров. При этом умерший получал солидную пенсию, больше 3000 гривен. Посечники говорят, что деньги Андрей тратил на себя. Этот приходил мошенник, грабитель, убийца, брал газетку, высветившую на солнце и уносил непонятно куда. Бирал у него пенсию, он нигде не работает, нигде. Да и, наверное, по сей пор нигде не работает. Вы работаете где-то, где вы работаете? Монтажником в Диаманде. С какого года вы работаете? В тот момент вы тоже работали? Когда он лежал, нет. Я не мог работать. Вы тогда за ним ухаживали? Конечно. А на какой счет вы существовали, скажите? Ну, жена помогала, теща помогала. Они рядышком живут на высосках. После нашего отъезда на место прибыла группа неизвестных в униформе охранного агентства, без опознавательных знаков. Угрозами насилия они прогнали родню, которая устроила круглосуточное дежурство на заднем дворе спорного участка. Адвокат Шепетко комментировать произошедшее особо не стал, но заверил, молодчики представляют некую нейтральную сторону. По всей видимости, тоже из спортивного интереса. Итого, в сухом остатке мы имеем следующее. Дом до сих пор записан на умершего, но на него наложен арест. Меньше чем за месяц до смерти владельца, неожиданный наследник успел вписаться в жилплощадь. Также есть спорное завещание, кочующее по судам. Тем временем долг за газ превысил 9 тысяч гривен, так как договор числится на племяннике умершего, а тот платить за чужака не хочет. Учитывая новое законодательство, вскоре в судебную баталию могут вступить и газовщики. Игорь Хмурый, Евгений Руденко, 7 канал.